Но сейчас по регламентам строительных компаний есть определенные требования. Мы не можем страховаться за саму люльку. Мы можем страховаться только внешними анкерными точками. Это мобильный полигон, тренажер, который имитирует строительные леса, бетонные опоры, скатную крышу и даже замкнутое пространство. Вот колодцы, это тестерн, это обслуживание каких-то труб, когда мы заходим. Его также нужно учить практическими работами, как пользоваться средствами защиты, как действовать в случае каких-то аварийных спасательных работ. То есть как выкуривать того, кто, например, потеряет сознание с того, что он надушался парами. Будем сопровождать нашу работу страховкой, передвижение с непрерывной самостраховкой, строк в двойном экземпляре с амортизатором рывка, который организует безопасное падение. В соответствии с новыми изменениями в трудовом законодательстве, сотрудник, который работает на высоте более пяти метров, обязан пройти не просто теоретические курсы, но и получить практические навыки промышленного альпинизма. Обойти, скажем так, норму и допустить работника до видов работ без прохождения обучения нельзя. А учитывая, что у нас сегодня требования практики не менее 50% тоже является обязательным, работодатели в любом случае должны будут посмотреть с точки зрения, опять же, своих финансово-экономических возможностей, каким образом они будут проводить это обучение. Мобильный полигон позволяет практиковаться и в учебном классе, и на выезде на предприятии. Это первый такой формат обучения в Хабаровске. Открыл его единый поставщик услуг в сфере охраны труда, изысканий и экологии «Экостандартгрупп». Ну и сейчас от серьезной производственной темы мы переходим к познавательно-развлекательной, и местами даже иногда шумной. Сотрудники «Экостандартгрупп» убеждены, что культуру безопасности и экологическую ответственность нужно взрастить. Заниматься формированием культуры – это важно, нужно практически из детского сада, потому что с этим надо вырасти. В рамках недели охраны труда для хабаровских школьников и студентов фондом «Зеленая кисточка» были организованы мастер-классы. Это отдельный проект «Экостандартгрупп». Почему надо пристегиваться в машине, почему нужно думать о разных рисках, почему папа должен надевать каску, ну и так далее, и так далее. Это игровые, образовательные, квестовые, викторины. Дети узнали, как замеряется шум, его допустимые нормы, что такое жесткость воды и как ее определить. Здесь не осталось ни одной свалки. А в одном из городов категорически запрещено передвигаться на любом транспорте. В Питере? Да. «Зеленая кисточка» – это еще и конкурс детских проектов по охране труда и экологии. Авторы лучших работ за счет фонда награждаются поездкой в Москву. В прошлом году в Хабаровском крае победил воспитанник шестого детского дома. Нам надо распределить комнату так, чтобы это было не только красиво и уютно, и комфортно, но и экологично. Кроме этого, при поддержке экостандарт-группы Ассоциации волонтерских центров в Хабаровске открылся «Доброцентр». Он сплотит вокруг себя всех активных и неравнодушных граждан со своими добровольческими проектами. Мариана Гейт, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.